Друзья, приветствую! Благословенного солнечного дня из Сибири. Сегодня у нас в церкви пост, и мы читали Марка 2 главу. И там есть интересные стихи, которые пойдут всем нам на пользу. Это с 18 по 22 стих, где написано о том, что Иисуса Христа спросили, почему твои ученики постятся, ой, не постятся, а фарисейские и Иоанна Крестителя, ученики, они выполняют этот пост. На что он сказал, что тогда, когда жених рядом с ними, то не нужно поститься. Вот когда, говорит, не будет жениха, вот тогда они и будут идти в пост. И стихи очень глубокие, интересные. Для некоторых это, ну, находит на них смущение, некоторые вообще перестают поститься. Но я хотел бы отметить эти, как минимум, две вещи. Первая вещь. Господь говорит, тогда, когда отнимется у них жених, то будут поститься. Я бы хотел сказать, что посты, они разные. И одни из постов, которые, они, ну, скажем, идут по определенному такому расписанию, которые дисциплинируют нас, как, допустим, Первоапостольская церковь. По истории они постились по средам и пятницу два раза в неделю. И это дисциплинирует нас, это сокрушает нашу плоть для того, чтобы нам находиться в постоянном таком, ну, бодрствовании. Но, с другой стороны, о чем сказал здесь Иисус Христос, Он сказал о том посте, который закладывает фундамент. О том посте, в который Он ушел в Матфея 4 главе, в Луке 4 главе, был поведен Духом Святым в пустыню для того, чтобы этим постом предопределить свое успешное служение на целых три с половиной года. Это тогда, когда ты ищешь определенное направление, ищешь воли Господней, тогда, когда тебе не плод, никакие другие голоса, они тебе не мешают. Так вот, если нет в нашей жизни вот такого периода поста и молитвы, даже с одной стороны, есть такое у меня в размышлениях, что это может быть не обязательно отказ от пищи, а сама жизнь, она во Христе Иисусе проходит в определенной такой пресноте. Но я не хочу никого ничем смущать, потому что сам Господь, Он отказывался от еды, Моисей отказывался от еды, и многие мужья и жены Божьи, они отказывались от еды, что на самом деле сокрушает нашу плоть. Так вот, вот такие посты, они ставят такой определенный фундамент и точку отчета для нового уровня или нового, так скажем, сезона. Если у нас в жизни нет такого цикла или подготовки к новому циклу, то тогда все остальные посты и молитвы, они могут быть для нас как заплатки. Потому что дальше, после того, как он ответил на вопрос, почему твои ученики не постятся, он начал говорить о мехах и новом вине. И он как раз сказал, что если старые мехи, то тогда новое вино, оно попадет в эти мехи и оно прорвется. Если старая одежда, то новая заплатка, она отдерет от старого, и еще будет хуже. Так вот, вот часто в нашей жизни такое бывает, мы просто религиозно берем посты, входим в молитвы, молитву читаем, Святое Писание, чтобы поставить галочку. И, казалось бы, все дисциплинировано, но на самом деле это просто заплатки к старой одежде, одежде и жизнь в старых мехах, от которых не хочется освобождаться и выходить из этой зоны комфорта. Поэтому пост, посту, молитва, молитве, в зависимости от сезона, это разные вещи. Следующий момент, который я хотел бы во всем этом отметить, это то, что некоторые говорят, что нам не надо поститься, а некоторые, наверное, скажут, что нам и не надо молиться, потому что мы и есть ходячий дом молитвы, молитвы, что Иисус Христос уже в нас, жених с нами. И, как он сказал, пока жених с вами, то нет смысла, так скажем, поститься. Вот не будет жениха, тогда не будет. Но я хотел бы напомнить, что наша жизнь складывается из многих уровней циклов и сезонов. И когда мы читаем, к примеру, песни, песни, то мы видим, что невеста, которая прообраз Иисуса Христа, и Иисус Христос, который прообраз нашего жениха, а с другой стороны, это в песне-песне, а на самом деле это не прообразы, это наша жизнь во Христе Иисусе, как жениха и невесты. Так вот, там, начиная с первой главы, идет описание о том, что она всегда была с ним, и даже когда его потеряла, то она искала его, и он дал найти себя. И потом он, казалось бы, вот после таких чудесных встреч, близости, интимности и переживаний друг друга, он приходит к ней после этого ночью. И помните, он там в замочную скважину говорит, вставай, возлюбленная моя, протянул руку, но она говорит, ну как встать мне? И куда он ее звал? Он ее звал в Новые Сады, в восьмую главу песнь-песни, где она уже сказала, теперь, говорит, у меня свой виноградник, чужого, говорит, я уже не стерегу, мой виноградник при мне. Поэтому те, кто обманывает себя, говоря о том, что Иисус Христос, Он всегда с нами, да, Он всегда с нами, но Он каждый раз, Он хочет выводить нас через определенное время в новые уровни, в новые циклы и в новые сезоны. И мы можем даже, вот знаете, как бы сказать, не заметить, как потеряли его, как она, к примеру, открыла глаза, встала, и его нет, и она пошла искать его. И необходимо было менять старые мехи. Помните, там были стражники, которые сняли с меня одежды, избили, изранили меня, что выход в этот сезон и в новый уровень не всегда легкий. Это как в Исаии 49 главе делается стрела, когда Господь называет нас стрелой заостренного. Это снимается шкура, это наждачка по-живому. Потом вроде бы как бы ласки, елеем, все. Обмазывается эта стрела. И потом, казалось бы, ну все, теперь я у сердца Господа, а Он тебя кладет в колчан со всеми другими остальными стрелами. И когда всадник скачет на коне или бежит, стрелы бьются друг от друга, и там и ссоры, и все остальное мы видим, пока на самом деле не умрет до конца наша плоть. Поэтому, дорогие, не обманывайте себя. И я просто верю, что мы перед входом в то новое, как в книге Иисуса Навина написано, а мы перефразируем и говорим, что церковь не ходила этим путем ни вчера, ни третьего дня. Нам нужен пост, нам нужна такая молитва, когда мы должны согласиться, что в новом цикле и в новом сезоне, в который мы вступаем, мы еще не знаем Иисуса Христа таким, каким Он хочет нам открыться. И нам нужно приготовить фундамент, нам нужно приготовить площадку через пост и молитву, как приготовил ее Иисус Христос, как приготовил Моисей, находясь в продолжительном посте и молитве на горе, для того, чтобы предопределить успешное служение в новом сезоне. И даже если ты переживаешь близость к Господу, это не факт, что ты еще там, где Господь хочет тебя видеть и куда хочет тебя привести. И когда, к примеру, мы читаем книгу Исход, когда посвящались, значит, в священнике сыны народа израильского, там написано, они семь дней не отходили от Скини. И я тогда помню, тогда у меня начались вот именно семидневные посты, потому что я старался ходить по Слову от Господа во все это, кроме таких дисциплинарных постов. Так вот, и там как раз семь дней, но непосредственно моего поста готовили меня к новому уровню, для того, чтобы войти в то, что приготовил для меня Господ. Я чувствую, что наступило это время, когда мы должны по-новому взыскать Господа в наших постах и молитвах. Будьте благословенны, и пусть Господь вам поможет войти в новый сезон во имя Иисуса Христа. Благословений!